Музыка Всем привет! С вами Наташа Пархоменко и вы смотрите мой кулинарный канал. В этом видео я с вами хочу поделиться рецептом теплой закуски. А именно мы с вами приготовим очень вкусные, нежные, с такой вот хрустящей корочкой сырные шарики. Ну что ж, давайте приступим к приготовлению. Для сырных шариков мы с вами возьмем 200 грамм полутвердого сыра, 2 яйца, 2 чайные ложки муки, соль по вкусу, панировочные сухари для панировки и растительное масло для жарки. Ну что ж, приступим. Для начала я взяла вот такую вот глубокенькую мисочку, берем терку и натираем на мелкой терке весь сыр. Я натерла весь сыр, пока мы его отставляем. Теперь смотрите, я взяла яйца, отделила белки от желтков, нам понадобятся только белки. Добавляю сюда немножко соли и будем сейчас миксером взбивать их до твердых пиков. Яйца я взяла уже до твердых пиков, видите, вот такие вот они у меня уже стали, пики уже такие стали появляться. Теперь сюда же добавляем 2 чайные ложки муки и тоже их уже взбиваем. Белки я уже взбила до нужного состояния. Теперь берем сыр и к сыру мы высыпаем взбитые с мукой белки. Теперь хорошенько всю эту массу перемешиваем. Я хорошенько вымесила всю нашу массу и такое вот у меня получилось сырное тесто. Теперь мы берем ложечку и будем формировать шарики. Шарики такие, ну вот такие вот, как чайная ложечка, потому что при жарке они еще будут увеличиваться у нас в объеме. И формируем вот такой вот сырный шарик и хорошо панируем его в панировочных сухарях. И выкладываем пока на дощечку, тоже присыпанной сухарями. Вот таким вот образом мы сформируем все сырные шарики. Я сформировала все шарики. Масло у меня уже хорошенько раскалилось. Можно проверить с помощью зубочистки или спички. Смотрите, я вот засунула спичку, появляются вот такие вот пузырьки. Значит, масло у нас уже хорошенько раскалилось. Теперь в наше раскаленное масло мы будем отпускать наши шарики. При жарке они будут увеличиваться, так что не сильно много нужно их ложить. Первая партия шариков у меня уже обжарилась. Смотрите, какие они красивые получились. Теперь выкладываем их на лист, застеленный бумажным полотенцем. И таким вот образом мы обжарим все наши шарики. Я обжарила все сырные шарики. Они полежали у меня немножко на бумажном полотенце. И я их выложила вот такой вот горкой на блюдо. Вот такая у нас с вами получилась очень вкусная и очень красивая теплая закуска. Идеально подает под фельмец. Можно приготовить любимому мужу под пивко, под футбольчик. Это очень вкусно. Сверху получилась такая вот хрустящая корочка, а в серединке такой вот сыр. Сейчас я вам покажу, разломаю, какие они получились. Видите, такие вот хрустящие, внутри мягкие-примягкие. Смотрите, какой тянется такой вот красивый сыр. Это очень-очень вкусно. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. И вы обязательно его приготовите. А с вами была Анташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!